Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о свекле. Свекла растение которое давно стало неотъемлемой частью многих культур по всему миру. Она не только важный источник питания, но и обладает интересной историей, уходящей своими красными корнями вглубь веков. Всем и каждому знаком этот сочный корнеплод темно-красного цвета, без которого невозможно представить некоторые блюда нашей кухни. Ведь свекла очень популярна среди хозяек и это неудивительно, с ее помощью готовятся такие блюда как борщ, винегрет, селедка под шубой. Без них редко обходится любой праздничный стол. Многие слышали, что есть сахарная свекла, из которой производят сахар, а есть и кормовая, играющая важную роль в животноводстве. И откуда же такая полезная красавица появилась в нашей жизни? И почему свекла, а не свекла? Нам обязательно нужно разобраться и об этом поговорить поподробнее. Здесь и сейчас. Поехали. И начнем мы с названия. Свекла – слово греческого происхождения. В древнерусском языке, начиная с XI века, встречаются два варианта – сеукль и свекла. В XVI веке свекла стала уже основной формой слова. Именно она используется в домострое. Хотя буква Йо появилась позже, в 1783 году. Так а почему свекла, а не свекла? Тут есть свой подводный камушек. Буква Йо в русском языке появилась сравнительно недавно. В практических целях буква Йо была предпочтительнее. Ее легче было писать и запоминать. А когда возникла печать, проще набирать. Но не всегда легкий путь самый правильный. Уже в 1943 году народный комиссар просвещения РСФСР издал приказ об обязательном употреблении буквы Йо в школьных учебниках. Так она появилась в слове «свекла». Написание буква Йо и Йо тесно связано с ударением. Ударение в словах всегда падает на букву Йо. Поэтому пишем «свекла» и говорим с ударением на первый слог. В славянских языках этот корнеплод также имеет свое название. Словацкая свекла, болгарская свекла, в сербском — свекла, а в украинском и белорусском — буряк и бурак от слова «бурый». С грамматикой разобрались. Пора переходить к растению. Свекла — двудольное растение, принадлежащее к семейству амарантовых. В это семейство из довольно известных растений входит шпинат, лебеда, менее известный киноа и многие другие насчитывающие около 75 родов. Ее предки дикорастущие виды свеклы были распространены в прибрежных областях Средиземноморья. Ученые считают, что дикий предок современной свеклы — это морская свекла, обитатель побережья Средиземного моря. Она и по сей день растет там, но выглядит скорее как свекла мангольд, чем как привычная нам столовая свекла. Надземная часть вполне свекольная, а вот корень так мал, что даже и смотреть не на что. Ученые предполагают, что свекла была впервые обнаружена и использовалась человеком еще в преддинастическом Египте примерно 4000 лет до нашей эры. Свекла в Древнем Египте была одним из растений, значение которого, хоть и не было столь высоким, как у пшеницы и лука, все же играло свою роль в питании и культуре. Исторические данные о точных способах использования свеклы в Египте ограничены, но некоторые археологические находки и письменные источники позволяют сделать определенные выводы. В Древнем Египте, как и в других древних цивилизациях, первоначально использовались в основном листья свеклы. Их могли употреблять в сыром виде, добавлять в салаты или готовить как часть более сложных блюд. Листья свеклы были ценным источником питательных веществ и могли служить дополнением к основному рациону. Некоторые ученые считают, что дикая свекла была впервые введена в культуру древнего поливного земледелия в Оссиро-Вавилонии около 2000 лет до н.э., а эта территория – Древней Месопотамии. Свекла упоминается в Септуагинте, греческом переводе первых пяти книг Еврейской Библии, сделанном в Птоломеевском Египте в III веке до н.э. Свекла, идентифицированная как бета-приморская, включена в труды материал медику, спидания диаскорида, написанного в I веке н.э. На протяжении почти двух тысячелетий диаскорид считался самым выдающимся писателем о растениях и растительных лекарствах, а первая иллюстрированная версия 512 года, известная как Кодекс Юлиана Аниции, содержит изображение корнеплода несферической формы. Свекла упоминается в нескольких трактатах Талмуда, сборнике по истории гражданскому праву VI века, написанном в Вавилонии. Кстати, листовая свекла дошла и до наших дней. Под вид свеклы обыкновенный, также известный как швейцарский шпинат или листовая свекла, представляет собой культурное растение, которое относится к тому же виду, что и столовая свекла, но отличается от нее своими крупными и сочными листьями, а также толстыми черешками. Не образуя корнеплода, монгольд радует сочными плотными блестящими листьями, гладкими волнистыми или пузырчатыми, имеющими легкий привкус свеклы. Листья у монгольда бывают разных оттенков, зеленого, бордового цветов, с красными, желтыми, розовыми и белыми прожилками и стеблями. Корнеплодная свекла впервые примерно около VI века до н.э. была получена в Малой Азии. Оттуда она во время арабского владычества, VII век до н.э. распространилась в Азии. Примерно в IX веке корнеплодная свекла уже возделалась в Византии, а в X она была завезена в Киевскую Русь. В XIV веке корнеплодная свекла была привезена из Ближнего Востока в Западную Европу, где она получила свое распространение по Рейну в садах и огородах вместе с лиственной свеклой. Вследствие этого началась естественная гибридизация лиственной и корнеплодной свеклы. Приспособляемость свеклы к различным климатическим условиям и способность расти на различных почвах способствовали ее широкому выращиванию. И со временем фермеры шли по пути создания все более и более крупных корнеплодов и постепенно в пищу стали употреблять преимущественно корнеплод, а листья сделали своего рода салатом на любителя. В период возрождения, а это уже XIV век, интерес к внешнему виду свеклы значительно возродился, методы скрещивания были усовершенствованы, что привело к появлению различных сортов с разными цветами и формами. Именно в это время стала более распространенной свекла темно-красного цвета. Эта красная свекла очень похожа на ту, которую мы обычно потребляем сегодня. В XVIII-XIX веках свекла претерпела дальнейшую модификацию в связи с ростом научных знаний и интереса к развитию сельскохозяйственных культур. Одним из значительных прорывов стало открытие сахарной свеклы, в которой содержание сахара было гораздо выше, чем в других сортах. Это открытие произвело революцию в сахарной промышленности, поскольку теперь сахар можно было получать из свеклы и конкурировать с тростниковым сахаром. И об этом стоит поговорить поподробнее. Речь пойдет о свекле и Наполеоне. Свекла и Наполеон связаны через интересные исторические события начала XIX века. Эта связь особенно выделяется в контексте континентальной блокады, наложенной Наполеоном в 1806 году, которая оказала значительное влияние на развитие сахарной свеклы в Европе. Наполеон ввел континентальную систему, блокаду, с целью ослабить экономическое и политическое влияние Великобритании, запретив импорт британских товаров на континентальную часть Европы. В то время основным источником сахара в Европе был сахарный тростник, выращиваемый в колониях и ввозимый через британские порты. Блокада серьезно затруднила доступ к тростниковому сахару, вызвав дефицит и подняв цены. В ответ на блокаду и сахарный кризис Наполеон стимулировал поиск и развитие альтернативных источников сахара. Одним из таких источников оказалась сахарная свекла, хотя на тот момент она еще не была такой сахарной. Сахарная свекла появилась в результате интенсивной работы селекционеров, начало которой было положено в 1747 году, когда немецкий химик Андреас Марграф выяснил, что сахар, который до того получали из сахарного тростника, содержится и в свекле. В то время ученый смог установить, что содержание сахара в свекле составляло чуть менее полутора процентов, тогда как в корнеплодах ныне существующих, выведенных селекционерами сортов, оно превышает 20. Родоначальные формы сахарной свеклы были отобраны на грани 18-19 веков в Западной Европе из естественных гибридов лиственной и корнеплодной свеклы. Но открытие Марграфа впервые сумел оценить и практически использовать лишь его ученик, Франц Карл Ахарт, который посвятил свою жизнь проблеме получения свекловичного сахара и в 1801 году оборудовал в Нижней Силезии фабрику, где сахар вырабатывали из свеклы. Наполеон активно поддерживал развитие производства сахара и свеклы. Он выделил средства на строительство первых заводов по производству свекловичного сахара и даже наградил Ахарда за его работу. Наполеон также приказал раздать семена сахарной свеклы фермерам и настоял на расширении посевных площадей свеклы по всей империи. Несмотря на то, что блокада в конечном итоге была неэффективной и Наполеон потерпел поражение, его стимулирование производства свекловичного сахара оказало долгосрочное влияние. После окончания его управления промышленное производство сахарной свеклы продолжило развиваться. Сахарная свекла стала важным источником сахара в Европе, а позже и во всем мире, значительно снизив зависимость Европы от импорта сахарного тростника. Таким образом, хотя Наполеон и не был прямо связан с изначальным открытием сахарной свеклы, его политические и экономические действия значительно ускорили ее развитие и промышленное применение, изменив тем самым аграрный ландшафт Европы и обеспечив новый источник сахара для человечества. В 18-19 веках с развитием сельского хозяйства и возрастающей потребностью в кормах для скота началась целенаправленная селекция свеклы с целью получения корнеплодов большего размера и с большим содержанием питательных веществ. Селекционеры старались получить растения, которые производили бы большее количество массы корнеплода, который мог бы использоваться для кормления скота, особенно в холодное время года, когда других кормов было недостаточно. Помимо увеличения размера, было важно улучшить другие характеристики, такие как способность корнеплодов храниться в течение зимы без потери питательных веществ. В 19 веке кормовая свекла стала широко распространена в Европе, особенно в районах с умеренным климатом, где она хорошо росла и могла производить большие урожаи. Этот вид свеклы стал важным элементом в системе животноводства, представляя надежный и питательный источник корма для скота. Работа по улучшению кормовой свеклы продолжается и сегодня с целью увеличения урожайности, устойчивости к болезням и неприятным погодным условиям, а также улучшению питательных качеств корнеплодов. Кормовая свекла является примером того, как человеческие потребности и селекционная работа могут привести к появлению целых новых видов растений, оказывающих значительное влияние на сельское хозяйство и производство пищи. Современная эпоха принесла с собой достижения в сельскохозяйственных технологиях, позволяющие более точно выбирать методы выращивания. Селекционеры начали фокусироваться на максимизации урожайности, устойчивости к болезням и общем внешнем виде. В результате появился широкий спектр сортов свеклы различного внешнего вида. От традиционной красной свеклы до золотой свеклы, белой свеклы, которая имеет более мягкий и сладкий вкус, чем ее красочные аналоги, и свеклы кьоджа с яркими полосками. Свекла кьоджа или чиаджийская свекла – это разновидность свеклы с забавной текстурой мякоти. В отличие от других монотонно-фиолетовых обыкновенных свекол, ее темно-пурпурная кожица скрывает сердцевину, раскрашенную концентрическими кругами в розовый и белый цвета. Отсюда ее и другое название – карамельная свекла. К сожалению, все это великолепие утрачивается при кулинарной обработке, поэтому чаще всего ее предпочитают использовать в сыром виде. Единственный вариант термообработки, при которой данный сорт свеклы сохраняет свой уникальный рисунок – это если ее запечь в духовке. Примерно в XVI веке итальянские крестьяне селекционировали разновидность свеклы, которая получила свое название по имени города Кьоджа, располагающегося на побережье одного из островов в южной части Венецианской лагуны. И неважно, с полосками свекла или нет? Она очень полезна. Свекла относится к тем редким овощным культурам, где используются и вершки, и корешки. Свекла занимает одно из первых мест в рейтинге полезных овощей. Несмотря на сладкий вкус, столовая свекла привносит в кровь мало сахара, в ней много полезных для пищеварения волокон, калия, фолиевой кислоты. Однако вплоть до 1991 года не было известно самое полезное свойство свеклы. По антиоксидантной активности свекла превосходит многие овощи. В ней в 9 раз больше антиоксидантов, чем в обычном томате, и в 50 раз больше, чем в моркови. Красный цвет большинства фруктов и овощей обусловлен или антоцианами, или ликопином. Свекла же получила свой изумительный глубокий цвет от фитонутриента, именуемого беталин. Это фитонутриент — отличный антираковый агент. В лабораторном эксперименте 2009 года было доказано, что сок свеклы замедляет или прекращает рост человеческих раковых клеток. Обзор диетологов показал, что регулярно питавшиеся свеклой люди снижали риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и многих заболеваний пищеварительного тракта. Свекла содержит витамины группы В, витамин С и фалаты, которые важны для оптимального здоровья и функционирования нервной системы. Она богата минералами, такими как калий, который поддерживает здоровье сердца, и магний, необходимый для здоровья костей и мышц. Свекла содержит значительное количество пищевых волокон, которые способствуют регулярности кишечника и помогают предотвратить запоры и способствуют здоровью пищеварительной системы. Свекла содержит нитраты, которые в организме преобразуются в оксид азота. Оксид азота помогает расширить и расслабить кровеносные сосуды, что может снизить кровяное давление. Считается, что употребление свеклы улучшает кровоток и общее состояние кровеносных сосудов. Некоторые исследования показывают, что нитраты в свекле могут улучшить спортивную производительность и увеличить выносливость, делая ее популярным выбором среди спортсменов. Несмотря на все преимущества, свеклу следует употреблять умеренно, особенно людям, у которых есть проблемы с камнями в почках из-за содержания оксалатов. Большинство людей выбрасывают ботву свеклы как непригодную в пищу, а следовало бы вспомнить полезные свойства свекольной листвы. Наши предки знали о них не понаслышке, употребляя как лечебное средство именно ботву. В ней гораздо больше антиоксидантов, чем в корнеплоде. Ботва свеклы или листья свеклы также очень питательны и предлагают множество преимуществ для здоровья. Эти зеленые листья не только вкусные, но и содержат множество витаминов, минералов и других полезных соединений. Ботва свеклы содержит витамины А, С и К, а также витамины группы В. Витамин А важен для зрения иммунной системы, витамин С для здоровья кожи и иммунитета, а витамин К необходим для свертывания крови и здоровья костей. Ботва богата железом, калием, магнием и кальцием, которые важны для множества функций в организме, включая поддержание здоровья сердца, мышц и костей. Ботва содержит антиоксиданты, такие как беталайны и каротиноиды, которые могут помочь защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снизить риск хронических заболеваний. Листья имеют в своем составе инвертазу, которая расщепляет глюкозу, фруктозу и сахарозу. Заметим, что в плодах такого фермента нет, поэтому свекольная ботва будет очень полезна для больных с диагнозом сахарного диабета. И раз она так полезна и столько в ней полезного есть, ее просто необходимо есть, чем люди на протяжении веков и занимались. Борщ – это одно из самых знаменитых и традиционных блюд Восточной Европы. Особенно ассоциированная с кулинарией Украины, Россией, Польшей, Белоруссией и других славянских народов, история борща глубока и многослойна, отражая культурное и кулинарное взаимодействие народов региона. С развитием сельского хозяйства и появлением свеклы в рационе славянских народов, борщ начал приобретать свою характерную красную окраску и вкус, а за пределами борща – винегрет и селедка под шубой. Был ли без свеклы винегрет такой привлекательный? Да и селедочка к празднику не примерила бы такую чудесную нарядную шубку. Да помимо этих культовых блюд еще есть множество других, о которых можно говорить часами. Салаты, свекольники, ботвини, смузи, коктейли. Свеклу жарят, варят, парят, запекают и маринуют. Свекла – это многофункциональный корнеплод, который может внести значительный вклад в рацион питания и общее состояние здоровья благодаря своему богатому составу питательных веществ и лечебных свойств. В 21 веке с помощью соцсетей свекла заиграла еще более яркими красками. От салатов и свеклы до коктейлей на ее основе. Повара всего мира, да и не только повара, блогеры, домохозяйки, спортсмены отмечают универсальность этого скромного корня. Социальные сети наводнены хэштегами свекла в деле, и человеческие лица демонстрируют свои инновационные рецепты со свеклой, превращая этот овощ в модный тренд, такой же модный и ничуть не уступающий какому-нибудь авокадо. Свекла известна не только как полезный овощ, но и как натуральный краситель, который используется в различных областях, включая кулинарию, текстильную промышленность и даже косметику. Свекольный сок часто используют для придания розового или красного цвета различным блюдам. Хотя не такой стойкий, как многие синтетические красители, свекла может использоваться для временного или художественного окрашивания тканей. Также вещества, входящие в состав свеклы, с легкостью помогут освежить ваш цвет лица, восстановить кожу и улучшить питание клеток кожи. Да и красотка из вас получится после обработки кожи лица хоть куда. От древней Месопотамии до современных инстаграм-каналов свекла прошла долгий путь, доказав, что под ее земляным внешним видом скрывается история, столь же богатая и яркая, как ее собственная цветовая палитра. И в следующий раз, когда вы окажетесь перед красиво оформленной вазочкой с салатом из свеклы или тарелкой наваристого красного борща со сметаной, задумайтесь и оцените этот поистине удивительный корнеплод, который принес столько красок и полезных свойств в нашу жизнь. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля. Субтитры создавал DimaTorzok